У нас с Николь завтрак. Николька завтракает там. Я полила цветочки, полила дворик, солнышко, птички поют, ветра нету. Ты опять тут, ты опять вот, вместо того, чтобы нормально кушать. Ну что у нее в последнее время с питанием происходит? Я не знаю, она подходит порциями, ест и отходит. Давай, давай. Выдра. А у меня завтрак. Я, в общем, основательно, по-моему, до обеда завтракать буду. У меня яичница с сыром. Козья тарелочка. На всякий случай достала арахисовую пасту с хлебушком. И еще на всякий случай достала это. Ну это знаете как, по ходу дела. Вдруг разыграется аппетит. Дальше я буду долго сидеть, завтракать. И все это есть. Да, еще у меня чай, который заваривается. И ложка меда. Ой, надо было еще лимон. Сейчас лимон тоже брошу. У меня лимон есть. Вот. Посмотрите, вот мадам. То отходит, то подходит. Что мне делать с ее едой? Вот так вот она порциями ест. Она не съедает сразу. Ей вот по чуть-чуть хочется. Ой, как хорошо. У нас почти свобода, понимаете, змеи. Мы пока привыкаем к дворику, но надо уже выходить на улицу. Не так давно мне пришел в комментариях вопрос. Ну, мне больше показалось, что это было даже утверждение. Точно не процитирую, но речь шла о том, что заведя Николь, я лишилась свободы. Вопрос был по типу, вам надоела свобода? Или там, вы устали от свободы? Ну, в общем, что это такое. Вы поняли, да? Я свободолюбивый человек. Ценю свое свободное время. Завести питомца – это не значит лишить себя свободы, поверьте. Может, только на первое время, пока идет адаптация. Я уже не раз говорила, что любое решение мне дается очень трудно. Но когда я понимаю, что я к этому готова, то иду на пролом к намеченной цели. Собаку я завела не от скуки и не потому, что мне надоела моя свобода. Я всегда испытывала теплые чувства к маленьким породам. И очень хотела завести именно домашнюю собаку. Меня останавливали следующие факторы. Первое – это моя постоянная занятость. Было мало свободного времени, и я переживала, что не смогу уделять самому питомцу должное внимание. Но так как я ушла с государственной работы, то этот вопрос сам собой отпал. Второе – это моя жажда путешествий. Я обожаю кататься самолетом, поездом, автомобилем. Люблю менять локации, люблю изучать местности и достопримечательности. А животное куда-то надо девать. То есть отдавать питомца на передержку. Раньше я к этому очень плохо относилась. Думала, что это предательство по отношению к животным. Но потом посидела, подумала, сколько раз нам в жизни по тем или иным причинам приходилось отдавать своих детей бабушкам и дедушкам, когда нам нужно было куда-то выезжать. Это совершенно нормальный жизненный процесс. А значит и питомец может какое-то время пожить в специализированных питомниках у хороших людей, любящих животных. К этому нужно относиться спокойно. Пока у животного формируется характер и идет привыкание к хозяину, то ограничить себя в поездках надо. Но я думаю, что за полтора-два месяца это все устаканивается. Да и потом сейчас есть очень много отелей, которые предоставляют номера для проживания с питомцами. Значит, по возможности буду искать такие отели. Первые два фактора меня не столько пугали, сколько пугал третий. Я ставила перед собой вопрос, а справлюсь ли я? Я понимала, что воспитание питомца это процесс очень сложный, затяжной и очень ответственный. Это единственное, что больше всего на меня давило. Но я сумела превозмочь себя и теперь Николь со мной. И вообще, почему бы на желание завести питомца и не посмотреть с другой стороны? Это не спасение от скуки и одиночества. Я не страдаю ни тем, ни другим. А это наполнение и без того счастливой жизни новыми красками, позитивными эмоциями, новой ответственностью. Это, кстати, самодисциплина, физические упражнения, благодаря играм с питомцем, хорошие кардионагрузки, укрепление иммунитета, благодаря регулярным прогулкам. Общение с животными помогает справиться с негативными эмоциями. Еще есть очень интересный момент. Появляются новые знакомые из разряда собачников. Я вот на первых выгулах познакомилась с женщиной, которую очень часто видела на улице гуляющей со своей собачкой. Кстати, она и являлась моим мотиватором. Всегда хотелось с ней заговорить, расспросить о питомце. И вот нашлась общая тема для разговора. Мы пообщались. Она, как опытный собаковод, дала мне дельные советы. Я ни в коем случае не призываю вас приобретать питомцев. Это очень трудный и ответственный шаг, после которого назад пути нет. А еще нужно отказаться от всех ожиданий. Иначе вы рискуете разочароваться. Потому что у вашего питомца может оказаться не тот нрав, которого вы ждали. Не та окраска, не тот размер и не те предпочтения в играх и в еде. А может вообще ваш питомец, знаете, не будет желать вести активный образ жизни. Или наоборот, будет чересчур активным. С домашним другом нужно общаться и выстраивать прочный контакт. И много вкладывать в его развитие. Питомец круто меняет жизнь. Это я точно знаю. Это тот случай, когда ты набегалась на улице, напарилась. Да. И теперь твоя лежанка кажется тебе космосом. Обнюхивает. Она так устала на улице. Я ее загоняла специально, чтобы она вот сейчас спала на алкаш и дала мне работать. Все, вырубайся, Николь. Я тебя накормила, напоила, разыграла. Ты опорожнилась на улице один раз. Уже хорошо. Ага, да, сейчас она свалится. Смотри, смотрите. Все, она такая уже убитая. Она сейчас боролась со своей лежанкой. Она ее кусала, кусала, кусала. И все, выбилась из сил. Смотрите, все. Она готова уйти в нирвану. Да, уходи, Николь, нирвану. В общем, уходи. Я пошла работать. А мне надо работать. Вот так. Кому сейчас лежать? Елы-палы. Кому сейчас лежать? А кому пахать? Ну, что делать? Такова селяви. У нас жара. Я уже без кондиционера работать не могу. Что вообще у меня такое? С камерой непонятно. Что у меня все такое? Какое-то тусклое. Все. Я собираюсь работать. Надо настроиться. Все, Николька. Дай, пожалуйста, у меня работать, ладно? Все. Не скули. И не просись ко мне. Выдра. Теперь я тебя буду выгонять на балкон, понимаешь? Все. Будешь скулить, я буду выгонять тебя на балкон. У меня козырь появился. Вот такой вот. Вот такой вот. Давай, Никося, превью. Абсолютно белые тапочки. Вот смотрите. И никакого новомодного. Подошва не до конца, скажем, отстиралась. Но все равно чистая. Посмотрите. А тапочки у меня вот с этой стороны были загажены, загажены. А знаете, чем и как? Вот я когда ношу брюки длинные, да? Вот они почти вот до земли. От того, что они мотыляются по земле, а потом трутся вот об эту часть, об задник. И, естественно, пачкаются. На самом деле, уже у меня вот эти тапочки были, ну, совсем никудышные. Смотрите. Чистейшие, чистейшие. Никакого новомодного средства. Абсолютно. Просто вот этот отбеливатель-порошок БОС. Самый обычный гель для стирки. И еще добавила кондиционер. Все. И на быстрой стирке. Там сколько? 60 градусов, по-моему. Отлично. И вот так вот защипила. Здесь, знаете, за что взялась? За, вот видите, да? Вот этот вот язычок туда просунула, шпильку. И вот так вот они у меня сушились. А я сейчас их снимаю, потому что я должна... Ой! Вот я постирала, а теперь я выможу сейчас, по-моему. Вот так вот. Мне надо выходить. У меня... Встреча с коллегой. Видите, вот это ограждение, да, за мной? Вольер поставила. Ну, потому что я хочу, чтобы она там делала свои дела. А она уже раза три сделала мне именно на балконе. А я хочу, чтобы она сделала там. И вот ставлю такие ограждения, этот вольер переношу сюда. Ставлю ограждение, чтобы она это... Козябка. В солнечных лучах. Зобка маленькая. Чтобы она тут делала, на улице. Выдра. Сижу, монтирую видео. Ай! Монтирую видео, общаюсь с Николькой. Что хочу сказать? Вот это видео как раз-таки. Вы знаете, прикол в том, что у меня под прошлым роликом странная ситуация с комментариями произошла. И, по-моему, не только под этим роликом. Точнее, вот то, что у меня за вчерашний день комментарии приходили. Сначала, когда я выложила ролик, у меня пошло все нормально. Значит, я приходил комментарий, я открывала его, отвечала. А потом следующий комментарий... Ну, как-то произошел перерыв. А потом следующий комментарий у меня, знаете как? Я вижу, что они есть, а они у меня не открываются. То есть даже не написано, что комментарии недоступны. Обычно бывает, если какие-то там проблемы, то они пишут, что комментарии недоступны. Больше недоступны. А это вообще не... Он вообще не открывается. И вот только сегодня я сумела за эти... То есть они так и висели. И вот только сегодня я сумела их открыть, чтобы полноценно прочитать. Потому что у меня высвечивалось только начало строчки, да? И вот, но я уже не успевала на них отвечать, потому что у меня и дел сегодня было полно. И я поставила лайки и сердечки вам подарила свои. У меня сегодня действительно было много дел. У меня был сегодня и стоматолог, у меня сегодня был и... В общем, я и в Айкике сбегала, и в Браво. Ну, это вы увидите в следующих роликах. Вот, так что, если что, то на сегодня все. Ну, возможно, что ролик, знаете, получился такой какой-то на общении. На нашем с вами общении. Иди сюда, козявка моя. Садите, какая противная. Садите, что она делает? Садите, какая противная. Противюга такая. Вы понимаете, это как каждый раз. И вот так каждый раз вредено. Вот. А я что хочу сказать вам на сегодня. До свидания. Пока у меня, знаете, не получается войти в колею и выкладывать нормально ролики. Реально снимаю, походу все снимаю. С монтажом пока не получается. Я просто не нахожу время. Есть определенные причины, есть определенные заботы. Не все снимаю, да, не все свои дела снимаю. А есть кое-какая беготня. Вот. На что выходит время? Ну, как-то так. Так что, мои хорошие, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы ставите нам лайки, помогаете продвигать не только видео, но и канал. Спасибо, что вы подписываетесь, остаетесь. Спасибо, что доверяете. Спасибо, что верите. Спасибо, что общаетесь. Мы с Николькой вас любим, ценим и ждем. На нашем канале. В новом видео. А так, привет вам еще раз от ваших подруг из Баку. И всем пока-пока. Сон, заходящий. Классный вообще. И Николька там грызущий. Вот зараза, все подбирается по утре. Что нельзя, что фу, она уже воспринимает, не пойми как. Вот так же. Спасибо. Спасибо.